Осторожно, не торопясь и не поднимая от земли. Только так можно перемещать эти ледяные кубы, из которых сделают ограждение для елочек на площади Куйбышева. Вес каждого ледяного кубика почти 400 килограммов. Всего их 200 штук. Вырезали этот лед из замерзших тюменских озер. Чтобы сохранить его в пути, использовали снег и специальную охлаждающую пену. Но сам по себе лед крепкий, не растает даже при нулевой температуре. Единственный нюанс, что когда мы собираем конструкцию из-за льда, и когда нужно склеить блоки, вот воду используем, просто водичкой проливаем, они склеиваются. А когда тепло, они плохо склеиваются. Из-за этого немножко двигаются, вот из-за этого немножко есть проблемы. Идеальная погода, ну до минус 10, наверное. То есть еще и не холодно, но уже все схватывается, смораживается. Рядом, здесь же на площади Куйбышева собирают и деревянную горку. Кататься с тюбингами здесь можно будет уже в конце декабря. А пока рабочие слой за слоем собирают каркас будущего аттракциона. Обустраивают и усадьбу Деда Мороза. Пока не завершена внутренняя отделка, усадьба выглядит как обычный деревянный дом. Но умельцы скоро превратят его в настоящий дом чудес. Пустынно, пока и вокруг усадьбы. Лес из елей только начинает прорастать. Помогают ему главные помощники Деда Мороза. Так себя прозвали монтажники. Каждое дерево рабочие аккуратно оборачивают в деревянный каркас для устойчивости, после чего устанавливают перед усадьбой. На каждое дерево в среднем уходит 20 минут. Всего елок больше 100. Пощаю помощником Деда Мороза то, что мы делаем, помогаем Деду Морозу и дарим людям настроение. Усадьба Деда Мороза, деревянная горка с тюбингами и ледяные фигуры – это все уже привычно для самарцев. Впервые в этом году каждый праздничный день будет новогодняя дискотега под руководством диджея Мороза и под сопровождение светового шоу на медиагирляндах. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.